Песня «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» Сегодняшний воскресный день совпал с Днем памяти священномученика Киприана Карфагенского, одного из древних отцов Церкви, который жил в III веке и который оставил нам замечательные произведения, написанные на латинском языке и переведенные на русский язык. И вот в одном из своих творений священномученик Киприан говорит, «Тот не может иметь Отцом Бога, кто не имеет Матерью Церковь». Я хотел бы сегодня именно на этих словах священномученика остановиться, в том числе и в связи с евангельским отрывком, который был сегодня прочитан. Мы слышали притчу Господа Иисуса Христа, которую Он произнес в один из последних дней своей земной жизни. Впереди Его ожидали крестные страдания, Он был уже в Иерусалиме. И вот Он произносит эту притчу, в которой рассказывает о царе, пригласившем разных людей на брачный пир. И о том, как люди один за другим начали отказываться от этого приглашения. И когда один отказался, другой, третий, четвертый, то царь послал своего слугу, чтобы он пригласил не тех, которые были изначально позваны, а других, всех тех, кто пожелает. И они пришли, и вечеря наполнилось возлежащими. Но среди возлежавших оказался человек, который был не в брачной одежде. И его этот царь выбросил вон. Такова фабула этой притчи. О чем она говорит нам? Она говорит нам о церкви и о том брачном пире, на который Господь приглашает всех желающих. Этот брачный пир представляет собой всю церковь, всю церковную жизнь, всю литургическую, таинственную, мистическую жизнь церкви, которая находит свое наивысшее выражение в таинстве святой Евхаристии. Именно Евхаристия – это тот брачный пир, на который Господь наш Иисус Христос приглашает нас всех и приглашает каждого из нас. И когда мы в воскресный и в праздничный день, или в будний день, когда совершается божественная литургия, собираемся в храме и причащаемся святых христовых тайн, то мы являемся теми людьми, которых Господь призвал на свою брачную вечерю. И теми, о которых сказал святой Киприан Карфагенский, что для них, то есть для нас, церковь является матерью, а потому и Бог является нашим отцом. Есть, конечно, много людей, которые говорят, что Бог существует, а церковь не нужна. Есть много разных вариантов этой мысли, этой идеологии, которая озвучивается одними людьми и другими людьми. Одни говорят, что церковь не нужна вообще в принципе, потому что Бог, Он над всеми Бог, и каждый человек имеет к Богу прямой доступ через молитву. А некоторые люди считают, что и молиться необязательно, а просто достаточно признавать, что где-то там на небесах есть некое высшее доброе начало. И этого достаточно для того, чтобы хорошо жить. А есть люди, которые говорят, что церковь-то вроде как нужна, но только не вот эта, которая сейчас существует, где архиереи на яхтах катаются, где попы людей обирают, на лимузинах ездят, а нужна какая-то другая церковь. Может быть, альтернативная, может быть, секта какая-нибудь, но только вот не та, в которую вас все приглашают пойти. Потому что в этой церкви то не так, это не так. И вот многие люди, к сожалению, под влиянием этой пропаганды, которая распространяется через средства массовой информации, особенно через интернет и через социальные сети, они не ходят в церковь, потому что эта пропаганда их соблазнила и отвратила церкви. И они лишают себя того, что в церкви всегда было самым главным и самым существенным. Вот этой самой брачной вечери, на которой Бог возлежит с теми, кого Он пригласил. А приглашает-то Он на нее всех желающих. Нет людей, кому был бы возбранен вход на эту брачную вечерю. И давайте посмотрим на историю церкви. Вот уже две тысячи лет она существует, с тех пор, как Господь Иисус Христос ее создал. Сколько за это время прошло через церковь людей, сколько было и иерархов, и священнослужителей, и монахов, и мирян. Некоторые из них достигали вершин святости, а некоторые оказывались недостойными, служили соблазном для людей, своим поведением, своим несоответствием тому нравственному идеалу, который Христос начертал в Евангелии. И что же? Церковь от этого умалилась, она от этого осквернилась? Нет, конечно. Потому что церковь как была святой, так и остается святой. Но она святая не благодаря нам с вами, а скорее вопреки нам с вами. Она святая не потому, что мы святые, а она святая потому, что Христос свою святость даровал ей и через нее передает всякому, кто захочет прийти на его брачный пир. И наивысшее выражение этой божественной любви к роду человеческому было выражено в страдании и смерти Господа нашего Иисуса Христа. А в нашем с вами литургическом опыте это преломляется через Святую Евхаристию. Потому что когда мы собираемся в Храм Божий, когда мы участвуем в божественной литургии, то мы вспоминаем каждый раз страдания Господа Иисуса Христа, Его смерть на кресте и Его воскресение. И мы не просто это вспоминаем, но мы в этом участвуем. Мы присутствуем на Голгофе, где распятый Господь взывает к Своему Отцу. Мы присутствуем при Его погребении, и мы становимся участниками Его воскресения. Вот что в Церкви самое главное. Вот для чего Церковь нужна. И не надо никогда соблазняться тем, что мы можем услышать о том или другом церковном человеке, даже священнослужителе. Потому что, во-первых, очень часто то, что мы слышим, является просто неправдой. Люди клевещут на священнослужителей, на архиереев, на патриарха, приписывают им то, чего у них нет и никогда не было. Создают какие-то мифы для того, чтобы отвратить людей от Церкви. А во-вторых, даже если бы что-либо из этого и было правдой или частичной правдой. Так вот, Церковь не благодаря людям стоит на этой земле, а благодаря Богу, который ее создал для людей. И мы приходим в Церковь для того, чтобы напитаться здесь божественной благодатью, той святостью, которая исходит от самого источника жизни. А не для того, чтобы напитаться какими-то слухами или разговорами о том, кто как живет, у кого какие машины, у кого какие яхты. Вот я хотел бы всем нам, дорогие братья и сестры, напомнить об этом, а также и тем, кто нас сейчас слушает в прямой трансляции, что Церковь существует для спасения людей. И напомнить эти замечательные слова святого Киприана Карфагенского. Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец. Пусть не обольщаются те люди, которые клевещут на Церковь, которые хулят Церковь, что они будут иметь прямой доступ к Богу, помимо Церкви. Не примет Бог таких людей. Именно потому, что Церковь им не мать. Именно потому, что они не любят Церковь. А значит, и Бога они не любят. А мы с вами любим Церковь. Мы дорожим Церковью. Для нас Церковь – это спасительный Ноев ковчег, в котором мы движемся по пути к Царствию Небесному. Но будем помнить и о том, о чем Господь напоминает нам в сегодняшней притче. Для того, чтобы быть участником брачного пира, нужно иметь брачную одежду. Некоторые спрашивают, ну как это так? Пригласил кого попало с дорог, с распутий, а потом вдруг брачную одежду потребовал. Но дело в том, что эту брачную одежду совсем не обязательно иметь с собой или заранее приготовить. Ее сам Господь дает тем, кто пожелает участвовать в его брачном пире. И когда нам Церковь напоминает о том, что необходимо иметь эту брачную одежду, то прежде всего она напоминает нам о чистоте сердца, о том, что мы, приступая к Таинству Святой Евхаристии, к причастию Святых Христовых Таин, мы должны заботиться о том, чтобы очищать наше сердце, чтобы не было в нашем сердце никакой двуличности, никакой двусмысленности, чтобы мы с чистым сердцем, с любовью к Богу, с сознанием своей греховности, с желанием исправиться, с желанием получить благодать Божию, приступали к этому священному пиру, к этому священному таинству. И если мы будем с таким искренним, сердечным усердием и вниманием приступать к Таинству Святой Евхаристии, то само это таинство и будет для нас той брачной одеждой, которая необходима нам для того, чтобы присутствовать на этом пиру и участвовать в брачной вечере Господа нашего Иисуса Христа. Будем всегда, когда у нас есть возможность, приходить в Храм Божий, причащаться к Святых Христовых Таин, участвовать в таинствах Церкви. Будем затыкать свой слух, когда слышим какие-либо хулы на Церковь и своим опытом благодатной жизни в Церкви будем делиться с другими людьми, чтобы каждый человек через нас мог приобщиться к этой величайшей святыне, к которой мы здесь приобщаемся через причастие тела и крови Христовых. Я всех вас поздравляю с праздником, всем вам желаю здоровья, берегите себя, берегите своих близких. Радуюсь тому, что вы дисциплинированы, что вы за немногими исключениями все стоите в масках на богослужениях. Это не очень комфортно, но это вынужденная и временная мера, которую мы отменим, как только обстоятельства будут этому благоприятствовать. Храни вас всех, Господь!